Ровно в 20.00 избирательные участки закрыли свои двери. И там начался ответственный момент – подсчёт бюллетеней. На 32-м участке, например, 402 избирателя. Явка здесь составила более 70%. Если говорить о стране в целом, то цифра достигла 77%. Могилёвская область оказалась самой активной – 80%. В основном, конечно, это люди уже даже и преклонного возраста. Но приходили семьи с внучками, с внуками. И даже те, кому исполнилось 18 лет. Процесс голосования, как известно, контролировали не только члены участковых комиссий. На избирательных участках присутствовали также общественные и международные наблюдатели. Многие из них отметили честность и прозрачность выборов в Беларуси. Отчёт голосов, к слову, тоже не стал исключением. Сначала члены комиссии считают итоги досрочного, затем надомного, а после учитывают те бюллетени, которые попали в специальную урну в основной день голосования. Мы никаких каких-то эксцессов, прецедентов со своей стороны не отметили. Мы видим, что достаточно активно было население. На сегодняшний день, на сегодняшнее время проводится подсчёт голосов, распечатаны урны предварительного голосования, распечатаны урны сегодняшнего голосования. То есть мы наблюдаем за работой комиссии и смотрим на предмет действия комиссии в соответствии с требованиями законодательства. Уже утром Центризбирком опубликовал список кандидатов, которые, по предварительным данным, избраны в состав Палаты представителей Национального собрания Седьмого созыва. От Могилёвской области по Бобруйскому-Ленинскому округу в гонки победила Ирина Рынейская, Первомайскому – Вера Широкая, а в Сельском больше всего голосов отдали за Владимира Гацко. Мария Бересневич, Николай Силков, Павел Зуев, Максим Галеонко, Дмитрий Шевцов, Бобруйск-360.